Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Здравствуйте. Это программа о памятных датах земли Псковской, которая выходит в эфир при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки. В студии Ирины Медведкина я расскажу вам о разных событиях, связанных с сегодняшней датой. Перенесемся в далекий 1663 год. 5 ноября в Псков прибыли члены посольства, которые возвращались от римского цесаря. Это были Стольник Коробьин и Диак Иван Микулин. В то время на Руси действовала одна из принудительных повинностей, так называемая почесть на приезде. Старосты обязаны были приготовить подводы за мирской счет для отправки в посольство к Москве. Посольство было многолюдным, поэтому подвод требовалось много, и они должны были находиться в режиме постоянного ожидания. А оплата их с возщиками стоила немалых денег. Так как отправлять часто было некого, то и воеводы, и послы легко шли навстречу. Но согласие их стоило дорого. Например, с 5 ноября по 30 января послы и воеводы получили в почесть от посолских месячных подвод денег, рыбы и мехов на сумму в 169 рублей, 7 алтын и 2 деньги. Отсюда появилась и пословица «На мир беда, а воеводе нажиток». 5 ноября 1944 года вышел в свет первый номер областной газеты «Псковская правда». Хотя история самого издания началась намного раньше – в сентябре 1917 года. Тогда был учрежден большевистский орган печати «Псковский набат». Его первый номер вышел в свет на следующий день после установления в городе советской власти. Тираж первых номеров не превышал 1000 экземпляров. Через 4 месяца «Псковский набат» замолчал. Причина – германская оккупация Пскова. Но как только город был освобожден, выпуск газеты возобновился. В феврале 1924 года у «Псковского набата» появился собрат – газета «Псковский пахарь». Она была рассчитана исключительно на деревенского читателя и стала одной из первых крестьянских газет в стране. Оба издания взаимно дополняли друг друга, и 1 марта 1930 года газеты объединились и получили название «Псковский колхозник». Газета продолжила не только нумерацию, но и традиции своих предшественников. Она сообщала преимущественно о событиях в городе и районе. С 1935 года «Псковский колхозник» стал печатным органом Псковского округа. Газета издавалась до 1 октября 1940 года. Тогда Псковский округ был ликвидирован, поэтому перестала существовать и окружная газета. Дальше, с октября 1940-го, бюро Псковского горкома решило издавать газету «Псковская правда». Она стала органом партии и горосполкома. Выходила в течение двух месяцев и с 1 декабря стала называться «Псковский рабочий». Но 3 июля 1941 года газета пришла к читателям в последний раз, а через 5 дней в Псков вошли оккупанты. Выпуск советских газет прекратился на долгих 3 года. Вот такой краткий экскурс в прошлое. Как день сегодняшний войдет в историю, покажет время.